МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Программу поддерживает БС-Кредит ЕЛИ. Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы открываем новый сезон программы «Народ должен знать», и с вами я, ее ведущая, Елена Соколовская. Сегодня, как водится, мы поговорим о проблемах квартирных товарищей, а также немножко о семейном праве. В студии у нас эксперт, наш незаменимый юрист, член правления СТИН Кассоиды Акуст Кера. Здравствуйте, Август! Здравствуйте! Приятно видеть вас после долгого перерыва. Взаимно! Пока мы с вами отдыхали и не выходили в эфир, у нас набралось некоторое количество вопросов, и, в принципе, народ желает знать. Желает знать. Попробуем. Попробуем начать, наверное, с самых актуальных тем к корпоративным товариществам, как всегда. Итак, первый вопрос касается почтовых ящиков. Их, собственно, два таких вопроса. Наверное, часто встречаются, может, когда-то и у вас встречалась. Выломали в подъезде почтовый ящик, в результате читательницы, зрительницы не доходят письма, и, что самое главное, не доходят счета за коммунальные услуги. Женщина-пенсионерка, поэтому интернетом она не пользуется. То и на e-mail переслать счета невозможно. Может ли она попросить у квартирного товарищества, во-первых, дубликат счетов, а во-вторых, восстановить почтовый ящик? Вообще, за чей счет должен восстанавливаться почтовый ящик, если его сломали вандалы? Это все-таки дело товарищества или это дело владельца почтового ящика? Как много вопросов в одном вопросе. Как есть. Говорили об одном вопросе. Ну, ладно. Начнем тогда с самого первого. С самой первой части. Если коммунальные счета или счета не доходят, то есть человек не получил своих счетов на руки, то он, естественно, имеет право у квартирного товарищества запросить дубликаты. И если за это хотят обложить, как говорится, денежными средствами, иногда некоторые квартиры... Я, может быть, забегаю вперед. Я не знаю второго вопроса. Второй вопрос был об этом, да. Окей. Просто это часто встречается как раз, что некоторые квартирные товарищества хотят обложить теперь второй раз выдачу счета какими-то деньгами. Во-первых, само по себе обложение таким как бы оброком, как это называется, это не совсем законно, если это не прописано в уставе товарищества. И, во-вторых, я думаю, это ничего не стоит само по себе отпринтовать или выпустить с принтера, да, еще один лист дополнительный и отнести этому человеку. Это же чисто элементарно и по-человечески. Есть не более известно в квартирном товарище, что и вправду почтовый ящик сломан. То есть он или не закрывается, или вообще нет дверцы. Некоторые такие бывают. Это, чтобы кому-то понадобилась срочно почта пенсионера. Или дверца от ящика. Или дверца от ящика пенсионера. Ее выломали. И теперь вся почта, которая туда в ящик приходит, она сразу выпадает напрямую в мусорник. Просто такое ощущение, что вот шреддер для мусора, поставлен именно под эту почту, чтобы ящик все туда выпадает. Но такое бывает. Одним в основном, когда падает, люди просто подымают, выкидывают, не смотрят. И другой вариант, во многих местах их письма, которые упали или выпали, или никому принадлежат, ставят на почтовые ящики сверху, чтобы другие могли бы посмотреть. Перейдем теперь к вопросу о том, кому принадлежат почтовые ящики. Во-первых, почтовые ящики не находятся в квартире. Они находятся в подъезде, то есть в общем помещении квартирного товарищества. Почтовые ящики не принадлежат конкретно квартире. Потому что изначально они были, во-первых, заказаны и поставлены производителем дома или дома. И во-вторых, это комплекс почтовых ящиков. Если, как в деревне в свое время, каждый вешал бы себе почтовый ящик, тогда другое дело. Каждый повесит себе почтовый ящик, и тогда, пожалуйста, пусть сам делает. А если это общий комплекс, то из-за общего комплекса несет ответственность квартирное товарищество. И также техническое сооружение, и обеспечение почты является самой сутью действия квартирного товарищества. Если квартирное товарищество не хочет этим заниматься, тогда можно скрутить эти почтовые ящики, сказать народу, что вешайте каждый свой почтовый ящик. А на сколько это бы законно? Представляете, нас сейчас с вами сожгут за это. Я просто и говорю, что тогда, если квартирный товарищ не хочет вешать свой почтовый, то есть не хочет ремонтировать, или говорит, моя хата с кровью, я ничего не знаю. То есть смотрите сами, что вы будете делать. Тогда сделаем так. Пусть снимают почтовые ящики, и каждый привертит свой. Такой, такой, такой. На выбор. И тогда что из этого получится, да? Хватит ли пространства, хватит ли места, кто на какое место будет вешать, какая драка из-за того, кому на какое место повесить почтовый ящик и так далее и тому подобное. Но это абсурд. Ну, главное, дорогие телезрители, вы же понимаете, что Ама сейчас шутит. Не надо скручивать почтовые ящики и вешать свои. Спасибо. Да, конечно, не надо скручивать почтовые ящики и вешать свои. Просто вопрос в том, что если кто должен это ремонтировать, то обеспечивать это должно все-таки квартирное товарищество почтовое. Потому что почтовые ящики, как обеспечение квартиры, не съемщика, а квартиры собственника почтой и услугами, являются все-таки услуги квартирного товарищества. Так же, как и счета, если квартирное товарищество хочет, чтобы счет за квартиру доходил вовремя, два варианта. Или относим за квартиру и придаем на руки, да, или ложим в почтовый ящик. А что делать, если квартирное товарищество отказывается от меня или не обращает внимания на то, что ящик сломан? Нужно написать заявление, нужно вынести на общее собрание. Каким образом? Нет, ну мы все можем выносить на общее собрание. Да, смысл, если общее собрание проводится два раза в месяц, два раза в год, а то и один раз в год. Но год ждать, когда будет общее собрание, это все вынести. Да, заявление надо сделать, естественно, потому что иначе кто будет знать об этом, да, что ящик сломан и никто же не следит за этим. И надо понимать, в чем сломан ящик. Если там замок просто сломался, ну замок, наверное, квартира собственник должен сам с одной стороны поменять, чтобы он заботится, чтобы у него был доступ к этому почтовому ящику. То есть замок, как отдельная вещь, которая обеспечивает сохранность почты в этом почтовом ящике, принадлежит квартире собственнику. А сам вот этот вот объем ящиков, там 20 ящиков или 15 ящиков, или сколько квартир в подъезде, это все-таки на обеспечение квартирного товарищества. Ну а разве ящик не является одним целым? В том-то и дело, что нет. Это как и дверь и замок. Это с одной стороны ящики, которые висят для всех. Этот ящик нельзя от других отделить отдельно, то есть вырезать его и уйти с ним отдельно. Замок можно снять. Поэтому такое отношение к этому, что замки старайтесь делать и сами. Если просто пенсионер не умеет этот замок привести в порядок, ну надо заказать квартирного товарищества услугу. Я думаю, там есть какой-нибудь техник или еще кто-нибудь, который придет и поменяет замок. Если это, конечно, возможно. Если этого нет, то надо кого-нибудь другого попросить, соседа или еще кого-нибудь попросить, чтобы поменяли замок. Можно сделать, если просто выломана дверца, ну чисто выломана дверца, но самому, наверное, починить это будет очень трудно. Потому что надо, во-первых, знать, каков материал, какие там почтовые ящики. Надо, чтобы они не отличаются. Абсолютно. Это не должны отличаться друг от друга. А то я поставлю красную дверцу, а там все зеленое. Или наоборот, я поставлю белую дверцу, а там все черное. Будет как бельмо на глазу выглядеть, и никому это нравится не будет. И те же жители квартирного товарища потом вскипят, закричат, что что такое. И будем, опять же, придем к тому, что каждый повесит свой ящик, и от этого ничего хорошего-то не будет. Скажите, а что ты все-таки делаешь в ситуации, когда квартирное товарищество отказывается выставлять счета, дубликаты, и просит за это деньги? Возможно, как это повлияет на товарищество в этом смысле? Считать надо платить ежемесячно, и затягивать, особенно со судебными спорами, на этот счет невозможно. Ну, во-первых, основание для оплаты коммунального счета или коммунальных услуг – это счет. Если человек не получил счет, то это проблема квартирного товарищества, этот счет доставить. И если квартирное товарищество уже предупредили о том, что, слушайте, у меня вот счета пропадают, или все что угодно, я хочу платить и так далее, то, ну, как ты, что делать? Квартирное товарищество должно озаботиться о том, чтобы этот счет за коммунальные услуги все-таки дошел до клиента, до пользователя. А есть ли это старый счет за коммунальные услуги? Например, я встречалась с ситуацией, когда была продана квартира, и новый владелец хотел получить себе счета коммунальные за зиму, за лето, и некоторые из них были потеряны. Просил у товарища, чтобы представить дубликаты, например, за ноябрь. Товарищ сказал, что это стоит денег. В такой ситуации кто все-таки прав? Опять же, для того, чтобы спросить деньги за дубликат счета, это должно быть прописано в уставе. Или у нас же товарищество – это не коммерческое объединение, как мы его понимаем, да? И все услуги товарищества оплачиваются так и так изначально жителями товарищества. То есть расход на бумагу, канцелярские услуги, все-все-все, что с этим связано, это уже есть в счетах, так называемые «ходлоскулут», то есть расходы на администрирование. Они уже в счете есть. Какие еще могут быть дополнительные расходы? Какой еще евро дополнительный бухгалтер или председатель хочет за счет этого евро обогатиться? Ну, как вам сказать? Если уж он так требует, ну дайте ему на пиво это евро, извините за выражение. По-другому я уж сказать-то не могу. Иначе на что он собирает? На бумагу? Это и так уже в счетах все. Я понимаю, есть бедные квартирные товарищества, где все по минимуму расписано, да? Там посмотрите сами, как, что, к чему. Можно же в электронном виде выслать тому же новому жильцу. Вряд ли новый жилец пенсионер, у которого нет электронной почты или нет возможности выслать ему в электронном виде этого. Новые жильцы – это обычно люди среднего или молодого возраста уже. Или, в крайнем случае, если пенсионеры туда въезжают, то им кто-то купил эту квартиру или приобрел в 90% или в 95% случаев. И так же можно выслать этот счет? Ну, конечно, всегда можно договориться, если уж настолько, что нет для бумаги, принтера бумаги, но вышлите вы этим людям в электронном виде, пусть они сами себе распечатают. Ничего сложного в этом нет. И опять же, для того, чтобы затребовать за дупликат какую-то дополнительную плату, должно быть где-то прописано. В уставе? В уставе должен быть установлен ценник, что квартирное товарищество имеет право спрашивать дополнительные деньги за какие-то дополнительные услуги, которые оно предъявляет своим жителям, как говорится. Спасибо, Август. Перейдем к следующему вопросу. Он такой, в принципе, очень актуальный для многих, особенно в СИЗО натопления. В квартирном товариществе есть злостные должники, злостные неплательщики, которые имеют деньги, но целенаправленно не платят. Каким образом квартирособственники, товарищества могут заставить их или оплатить долги, или, возможно, продать квартиру и выехать? Реально ли это? В законе есть такое понятие, как отчуждение собственности. Насколько это применимо к неплательщикам? Отчуждение собственности по отношению к неплательщикам очень слабо применимо в этом отношении. Именно сам смысл отчуждения будет происходить, отчуждение происходит в связи с какими-то постоянными нарушениями, которые мешают жить квартирам товарищу или жителям квартирного товарищества. Не надо начинать сам процесс отчуждения квартиры именно через пункт отчуждения, через статью отчуждения, потому что это бессмысленная трата времени, средств и денег. Проще всего передавать эти вещи в инкассу. Если это квартирное товарищество не имеет инкасса, то инкасс фирм, как говорится, по городу и по стране очень много, которые этими вещами занимаются, которые предлагают такие услуги, которые пойдут в суд, получат судебный акт, то есть судебное решение по поводу этого задолженности, и через судебного исполнителя реализуют его, в том числе и продажу квартиры. Если невозможно будет в течение определенного срока времени, там двух-трех месяцев, до полугода может пойти, да, никакими другими способами деньги получить, то следующий шаг, самый последний шаг, на что идут судебные исполнители, это продажа квартиры с молотка, то есть через аукцион. Почему именно инкасса? Не, не обязательно инкасса, да, я извиняюсь, что перебил сразу же. Конечно, не обязательно инкасса, вы можете сами пойти. Можно обратиться в юридическое бюро, можно в адвокатское бюро обратиться. Ну, то есть тогда просто процесс нужно делать самим, а если инкасса, то тогда занимается этим инкассой. Да, именно так. В любом случае, куда бы вы ни обращались, просто стандартно или обычно, инкасса это, скажем так, бесплатный такой, бесплатная возможность для товарищества реализовать судебный процесс. Юридическое бюро, адвокатское бюро, они берут деньги за это. Товарищ инкасса берет, естественно, за это деньги, но они обычно берут это, как вам сказать, а они деньги спрашивают уже после процесса с должника. Именно те затраты, которые квартирное товарищество понесло бы, если оно заплатило бы. Они спрашивают уже впоследствии с должника. И это передается в долг. Да, абсолютно. И этот впоследствии инкасса спрашивает оттуда деньги. Все то же самое происходит и с юридическим бюром, или с адвокатским бюром, только в этом случае квартирное товарищество платит пошагово. Сделали работу там, иск подали, за иск там 500 евро отдали. Первое заседание прошли, там заседание 300 евро отдали. Следующее заседание прошли, за заседание 300 евро отдали. Вот расходы были такие-то, в судебное решение они вставляются, прописываются, и суд уже решает, сколько этих судебных расходов уже набежало, и сколько снять или спросить с должника. Август, насколько такие дела выграшены для товарищества, насколько они затягиваются? Я слышала о ситуациях, когда они тянутся годами, и, в принципе, товарищество тратит больше денег и нервов на сам судебный процесс, чем должник, собственно, этот должен. И с какой суммы имеет смысл подавать суд на должника? Все зависит от товарищества. Все зависит от товарищества. Всегда можно подавать и со 100 евро. А имеет ли смысл подавать на 100 евро в долг? Если товарищество денег мало, или там оно из малых количеств членов состоит, и денег не так много, тогда может стоить и 100 евро уже требовать. Это очень трудно сказать. Каждое товарищество должно поставить свою планку, с какой момента они требуют. Это тоже решает общее собрание? Абсолютно. Это общее собрание. Если они решили, что это 300 евро, значит 300. Если 1000, то 1000. Если 2000, то 2000. Если 100, значит 100. Очень трудно сказать или посоветовать. Чем раньше, тем долгом кто-то будет заниматься, тем быстрее эти деньги вернутся обратно. Да, судебные журнала мельят медленно. Ничего не скажу. Может обойтись в 5 месяцев. У нас один процесс вот уже полтора года идет. Он судей в полтора года? Судей в полтора года. И проблема не то, что с нашей стороны или там еще с чем-то. Во-первых, судьи меняются. То, когда болеет. Потом отпуска. Раз. У них большая занятость. Прошлое заседание было в прошлом году в октябре. В этом году, в ноябре назначено второе заседание по этому делу. О чем мы говорим. Водали в прошлом году в мае в суд. И никак по-другому не сделать. То должник был болен. То есть, ответчик был болен. Он не мог прийти в суд. Представил справку. То не было всех документов, которые надо. То суд еще что-нибудь, какие-то дополнительные документы захочет. И так тянется, тянется, тянется. Плюс нельзя забывать о том, что должник иногда платит квартирному товариществу в это время за этот долг. Должник считает, что он заплатил за тот долг, который находится в суде. Квартирный товариществ говорит, нет, вы заплатили за долг, который не в суде. И начинаются об этом еще и дополнительные споры. Поэтому здесь больше уже обращение, с одной стороны, к должнику, что если вы должны, вы платите. Указывайте конкретно счет, за который вы платите. То есть, пояснение. Если конкретно к квартирному товариществу обращаться, то квартирное товарищество, смотрите, что указано конкретно в пояснении. И вы не можете совсем, скажем так, с бухты-барахты, вот я хочу туда посчитать, и все, деньги. Если просто, конечно, написано коммунальные услуги, да, тогда закрывается стандартно самый старый долг. Самый старый, все-таки, не текущий. Не текущий, самый старый. Естественно, квартирному товариществу и любому предприятию всегда выгоднее закрыть самую старую за должность. Потому что всегда возникает процесс возможности устаревания долга. Понятно. Быстренько задам перед тем, как мы уйдем на перерыв, вопрос. Что закрывается сначала, пение или основная часть долга? Если мы говорим по потребителям, то вначале всегда закрывается основная часть долга. Если мы говорим о договорных сторонах, то вначале закрываются расходы, потом интересы, потом пение, потом основная часть долга. А в отношении товариществ и коммунальных услуг? А здесь надо смотреть. Мы имеем дело с потребителем или нет. Об этом мы поговорим во второй части программы. Или с договорным клиентом. Поэтому очень трудно сказать. Поговорим об этом во второй части программы. Дорогие телезрители, я напоминаю вам, что вы можете задавать свои вопросы по e-mail и по телефону, который вы видите на экране. Пожалуйста, обратите внимание на часы приема звонков. Встретимся в эфире. Программу поддерживает Бескредит Е. Школа по интересам в Лас-Наме объявляет набор учеников на новый учебный год. Кружки, студии, курсы, клубы по интересам, мастер-классы, репетиторства. Дополнительная информация на сайте школы lhuvikol.ee, а также по телефону 660 30 14. Заходите, мы находимся в Таллинн, район Лас-Наме, в Иру-11. Или ищите нас в Фейсбуке. В самом центре средневекового Таллина уникальный грузинский уголок. Творение блюд ресторана в Белисе смело можно отнести к авторской кухне. Загляните сюда на улицу Рюйтли-18. Все просто, но аутентично и мило. А главное, сытно, добротно, душевно. Программу поддерживает Бескредит Ее. Дорогие телезрители, мы продолжаем наш разговор с юристом Августом Киара. Август, мы с вами остановились на потребительском договоре для квартирных товарищей. Что это? Нет, нет, это все-таки я говорю, что я не говорил о потребительском договоре. Я говорил, что есть два понятия. Одно понятие, это когда с одной стороны потребитель. Тогда мы относимся к статье 415, от обязательственного права. И когда с другой стороны добычная договорная сторона, тогда мы, как говорится, ссылаемся на 88-ю статью. Если я точно помню, я могу ошибиться. Я считаю, что в квартирных товариществах мы имеем все-таки отношение с договорной стороной. То есть, где люди между собой пришли, договорились, что они образуют квартирное товарищество, квартирное товарищество их обслуживает. То, значит, и в отношении 88-я статья договора, обязательственного договора, обязательственного права, извиняюсь, обязательственного права, да. И тогда вначале взыскиваются расходы, интересы, пени и... А потом основной долг. Основной долг, да. Хотя я могу сейчас с головы, я начинаю теперь задумываться, пени после основного вроде долга, основной долг, и тогда пени. Вот таким образом, но надо посмотреть... Не основной долг идет первым, нет-нет-нет, не основной долг. Надо просто посмотреть точно... Я могу сейчас... Я говорю, я уже начал... Встанем все в долгу. Ну да, можем в следующий раз ответить. Однако мы вернемся к нашей теме. Все-таки долг, человек злостный должник, там, что-то платит, что-то не платит, все время тянется долг, и это бьет по картину товарищества. Можно ли его заставить каким-то образом выехать из дома? Ну, потому что бывает, что делать нечего, и, пожалуйста, на выход. Но заставить никак. Можно обратиться к взысканию этой задолженности через суд, получить судебное постановление, решение, которое реализовать через судебного исполнителя, и через это продать его квартиру, если он не будет платить. То есть, в принципе, если даже будет судебное исполнение, и он будет судебному исполнителю что-то платить, то заставить продать квартиру... Невозможно, да. Очень можно... Если это постоянно, постоянно, теоретически, если теоретически подумать, то если это постоянно в течение многих-многих лет, и это мешает квартирному товарищу существовать, это вводит в квартирное товарищество какие-то определенные задолженности, то тогда теоретически мы можем выйти на то, чтобы пойти на отчуждение квартиры, потому что его действия, этого жителя, этого члена квартирного товарищества наносят ущерб всему квартирному товарищу в такой неизмеримой количестве, или в этом... Что жить невозможно. Что жить невозможно, да. Тогда можно пойти через это. Но это очень такой, скажем так, хрупкий лед. То есть, эта теория еще надо доказать в суде? Да. Как, скорее всего, во всех трех инстанциях? Подсудиться, да. Но особенно, что касается с отчуждением квартиры, то это стандартно минимум две инстанции, а то и три. Потому что никто не хочет просто так свою квартиру ни за что продавать. А все-таки, когда квартира отчуждается, то деньги за нее идут собственнику, да? Конечно, конечно. Не так просто выселили до свидания? Не, 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 хоть как квартира продается, квартира продается с его или заставляют его продать, то есть, дают ему срок на добровольную продажу, или тогда через судебного исполнителя, опять же, реализуют это решение суда и продается с молотка, то есть, через аукцион. И она будет дешевле продана. Ну, естественно, квартира через аукцион всегда дешевле. Хорошо, тоже вопрос, наверное, он будет касаться отчуждения, возможно. В доме есть мужчина, квартира-собственник. Мужчина, ну, говоря прямыми словами, он сумасшедший, с бумагами, с признанной недееспособностью. Квартира пустует, но очень долгие годы, и он ее захламляет. То есть, это не какой-то хлам с помойкой, конечно, но это какие-то старые вещи, старые игрушки, детские, еще что-то. И из квартиры мало того, что идет запах, но периодически он все эти вещи начинает перебирать и вытаскивать их в общий коридор. В частности, он захламил кладовку. Общую кладовку, я не знаю, что там товарищество хранит, но тем не менее. Товарищество с этим воюет уже много лет, не один десяток, и ничего сделать не может. В такой ситуации можно ли отчуждать квартиру, можно ли заставить каким-то образом этот хлам оттуда вынести, или хотя бы из коридоров, из кладовок, можно ли призвать к ответственности человека, особенно учитывая его психическое состояние? Вопрос, конечно, неординарный и довольно-таки сложный, потому что, во-первых, надо понять, отчуждения, конечно, скорее всего, нет, потому что очень трудно будет через суд даже потребовать отчуждения квартиры от того, что он из своей квартиры превратил ее в склад. Это его реальная собственность. А если он все это выносит в общую территорию, в общую кладовку, на общий коридор? На общий коридор, общую территорию. Когда он выносит, почему он выносит, зачем он выносит, как он выносит, как это выглядит. Здесь столько вопросов. Если мы говорим о том, что привлечь его через это к какой-то ответственности, то надо понимать, что это должно или наносить какой-то ущерб конкретно, тогда можно с него потребовать ущерб, да, или приводить к какой-то, не знаю, нарушениям санитарных норм, где толпами бегают там тараканы, крысы, он их выносит ведрами, как говорится, в коридор, и вот они побежали по всему квартирному товариществу и после этого начинают всех травить, да. Мы говорим об ущербе. Здесь должен быть какой-то ущерб. Материальный ущерб. Да, нематериальный ущерб для квартирного товарищества как такового очень трудно соизмерим. Вообще нематериальный ущерб очень трудно соизмерим. Материальный ущерб, да. Какой материальный ущерб, надо посчитать, в чем он состоит, откуда он берется и так далее и тому подобное. И это все надо доказать. То, что нам что-то не нравится, нам многим что-то не нравится. Мне не нравится, как это дерево растет. Ну что теперь? Пойду в суд требовать смести это дерево. А ведь многие так и делают. Понятно вопрос, что надо доказать просто, что это дерево тебе опасно. Если люди докажут, обратившись в суд, что его действия опасны не только для него, но и для всех других, то другое дело. Можно его тогда принудить или убрать. Получить указ суда о том, чтобы он принудительно убрал. И если он не убирает, тогда принудительно эти вещи вывезти в тот же мусорную свалку или еще куда-нибудь. При этом у него возникнет сразу же право, если вы просто так это возьмете, взвалите все в машину или на самосвал и все это увезете, у него появится возможность спросить у вас за нанесение ему материального херба. А если, например, он эти свои вещи выставил в общий коридор, они там долго лежат и ничего с ними не делает, имеет ли право товарища тогда вывезти их на свалку? Ну вопрос, опять же, что значит в общий коридор? Куда выставил? Как выставил? Ну вот на лестничную клетку. В общую кладовку. Что такое общая кладовка? Она общая. Опять же мы говорим, общая кладовка, значит она и принадлежит ему тоже. Правильно ведь? Она общая. А лестничная клетка тоже принадлежит в какой-то смысле ему? А если мы все начнем на лестничную клетку своему мусору? Вот здесь есть вопрос, какой мусор, что за мусор, в каком виде это выносится. Туда вынесли просто шкаф, поставили, а потом он занес обратно. А есть ли уставом что-нибудь принято, что нельзя? Кстати, может быть, это имеет смысл оговорить в уставах или решением общего собрания, при каких случаях вообще фортирное товарищество имеет право выкинуть что-то? Вполне возможно, если все придут к одному мнению, что если вынесенная вещь в коридор не имеет хозяина в течение недели или месяца, тогда ее просто вызывают, я не знаю, в мусороуборочную машину, и это вывозят все в мусор, утилизируют. А счет потом? Вот кому счет? Откуда вы знаете, что это его? А если видели? Кто видел? У нас все. Мы видели. Напишите, что вы видели. Нет, а почему я должен писать? Нет, в этом отношении, опять же, для того, чтобы потребовать человеку ущерб, надо доказать, что он его нанес. Да, если вы заказали, если 2-3 человека готовы сказать, что вот он этот мусор вынес, он туда его оставил, теперь мы вынуждены это утилизировать, то квартирное товарищество это утилизировало, за это заплатило какие-то деньги, это и есть ущерб. Ну вот, нам уже поступают звонки параллельно, то это и есть какой-то ущерб. Оттуда можно будет. Хорошо. То есть, в принципе, имеет смысл обсуждать это на общем собрании? Ну, это вообще вещи, которые надо обсуждать на общем собрании и решать общим собранием. Просто у нас в основном количество людей очень даже неактивные жителей. Очень мало активистов или активных, которые что-то пытаются решить, что-то пытаются обсуждать, что-то пытаются делать. Очень много ведут себя пассивно. Приходят, говорят, ну да, хорошо, ну сделайте, я проголосую. Тогда вот и есть вопрос к активистам и вопрос к тем, кто этим занимается. Хорошо. То есть, в принципе, отчуждать имущество практически нереально, насколько я могу подчуждать имущество. То есть, в моей практике отчуждения не было. Но решения по отчуждениям квартиры я ни одно прочитал уже в этом отношении. Приведите пример. Таких было. Я даже знаю, что в Таллине было одно отчуждение квартиры, которое прошло три инстанции, и госсуд решил, что эта причина не является веской. Задолженность. Там была задолженность и антисанитарные условия, по-моему. Но они не настолько антисанитарные были, чтобы признать это вескими. А были примеры веских причин, когда действительно отчуждали имущество? Постоянный дебош. Пьянки и нарушения. Да, тогда было. Тогда отчуждалось и то, по-моему, только один раз или два раза. Какого размера, каких масштабов должен быть дебош, чтобы заняться? Знаете, это длилось много-много времени подряд. Это доказано было и полицейскими вызовами, точнее, вызовами полиции, и всем, чем возможно, и так далее, и тому подобное. Но и в конце концов там еще повлияло на то, что там большой долг был. Не оплаты. Что все вместе одно на другое на то и вышло. Но проще, если есть долг, идти через задолженность. Хорошо, спасибо большое. Эту тему мы с вами обсудили. Мы с вами говорили в нашем прошлом эфире о том, что мы будем говорить не только о корсенниках товарищей, но и о семейном праве. Нам поступили вопросы на эту тему, и они довольно сложные. И, скажем так, комплекс вопросов. Могу ли я вам их задать? Конечно. Вы занимаетесь семейным правом как юрист. Вы представляете своих клиентов в суде в том числе, да? Да, бывает. 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 Успешно? Успешно. Отлично. Сейчас мы поговорим с вами об элементах. Я, извиняюсь, не об элементах. Сначала об опекунстве мы поговорим. Просят объяснить разницу между опекунством над ребенком и родительскими правами. В законе есть два понятия, и зачастую дела разбираются в суде, и родители между собой спорят, кому принадлежит опекунство, кому принадлежат родительские права. Как правило, люди не очень понимают разницу между этими вещами. Что значит опекунство, что значит родительские права? Ну, самое простое, пойдем таким образом, что опекун – человек, назначенный законом. То есть родительские права, они появляются с момента рождения ребенка и занесением его в метрики. Ну, по-старому это метрики, то есть вы являетесь, вас внесли как родителем у этого ребенка. С этого момента у вас возникают на основании законодательства родительские ваши права и обязанности. А опекун? Опекун назначается судом. Тогда, когда нет родителей, или когда родительские права, у нас нет такого понятия лишения родительских прав, сейчас как таковое. Оно называется немножко по-другому. Родительских прав, не то, что их не лишают родительских прав, их урезают. Их урезают, но не лишают. То есть лишить вообще невозможно? Как вас можно лишить быть матерью, если вы мать ребенка? А если, например, отказалась добровольной? В смысле, вы не можете отказаться от того, что ваше? То есть даже если мать или отец напишет заверенная нотариусом какую-нибудь расписку о том, что я... Опять там звонят читатели, телезрители, дорогие телезрители. Обратите, пожалуйста, внимание, что задавать вопросы необходимо в те часы, которые указаны на экране. Вернемся к нашему разговору. Если некий Вася пишет расписку о том, что я, Вася, такой-то, отказываюсь от прав на своего ребенка, в связи с чем прошу разрешить мне не выплачивать элементы. То есть даже если... А если Вася, например, социально опасный элемент, наркоман, убийца, он просто опасен для ребенка, его тоже не лишат родительских прав. Опять же мы говорим о том, что если вы являетесь биологическим родителем ребенка, то как вас можно лишить того, что вы есть биологический родитель ребенка? Минуточку, а если мама мальчика или девочки, у которой от Васи вот этот мальчик или девочка, вышла замуж второй раз, новый муж хочет усыновить ребенка, а Вася не принимает участия в жизни ребенка? Да, ведь у меня он не может, если он записан отцом, то это очень длинный процесс. Во-первых, надо установить о том, что он добровольно откажется от своих прав, от своих прав данным законам быть родителем. И второй при этом перенимает на себя все его права, и он дает свое согласие. То есть это должен быть компромиссный вариант? Это не то, что компромиссный, это и вправду должно быть с трех сторон. И плюс, естественно, здесь обязательно решение государства вступает в силу о том, что государство назначается адвокатами на ребенку, который тоже со своей стороны даст понять, что это лучше для ребенка или нет. А если, например, один из родителей просто не воспитывает ребенка, устранился, не платит алименты, возможно ли его лишить родительских прав? Нет. Опять же мы говорим о том, что родительских прав лишить очень трудно. Их можно ограничить. Ограничить вплоть до того, чтобы запретить с ребенком встречаться, запретить с ребенком видеться, запретить ему участвовать в его жизни и так далее. Но при этом можно с него постоянно требовать элементы. Потому что он является биологическим родителем. И в принципе эта практика, как сказать, в свое время называлось лишение родительских прав. В наше время это называется ограничение прав. Оно уже по-другому. Потому что нельзя лишить... Ну, в принципе, психологически и чисто лингвистически нельзя вас лишить быть возможностей родителем, если у вас есть биологический ребенок. Я думаю, что эту тему мы с вами обсудим в следующей программе, потому что вопросов по этому поводу накопилось множество. И они очень актуальны. Сейчас мы вынуждены закончить. Наше время в эфире вышло. Уже? Уже. Наше время вышло. Я надеюсь увидеть в следующий раз вас и задать вопросы от наших телезрителей. Дорогие телезрители, напоминаем вам, что свои вопросы вы можете задать по телефону, который вы видите на экране, и по e-mail. Пожалуйста, обратите внимание на часы приема вопросов для нашей передачи. С вами была программа «Народ должен знать». Увидимся в эфире. Программу поддерживает Бескредит Ее. Программу поддерживает Бескредит Ее.